В какой-то момент я поняла, что абсолютно бесполезно с этим бороться, знаешь. Неважно, какого социального статуса человек, когда он тебя видит первый раз, он всегда очень жестко и критично тебя оценивает. Так, все, пошли, принялись. Прозрачные очки всегда делают тебя очень открытым, искренним человеком. Когда ты приходишь на встречу к женщине, вот это самое идиотское решение, которое может прийти тебе в голову. Все эти оценки происходят на бессознательном. И поэтому выход один — делать это каждый день. Ну смотри, у нас есть в народе эта присказка «встречают по одежке». И вот сколько бы ты ни билась с этим, это бесполезно. Проще согласиться, принять это правило игры и просто научиться в это играть. Невозможно относиться одинаково к человеку в разной одежде. Я провела кучу оффлайн-экспериментов. Я достаточно долго вела оффлайн-тренинги на эту тему. Тренировала большие команды. Я беру одного и того же человека. И вот в короткий промежуток времени прямо на глазах у аудитории переодеваю несколько раз. И у них у всех сразу меняется отношение, мнение, ощущение. Все меняется. Оценка. Их внутренняя оценка относительно человека меняется из-за того, что я только что поменяла пиджак или обувь или прическу. Хотя они с этим человеком, может быть, в коллективе уже работают, знаешь, там три года. Они пьют кофе каждый обед вместе, уже там все про него знают. Я переодеваю две детали. Не вся аудитория выдаёт другую информацию, нежели там семь минут назад. И в какой-то момент я поняла, что абсолютно бесполезно с этим бороться. Знаешь, вот это, что я такая внутри проработанная, я там продышанная, на расстановке прохоженная. Все там прорешено. Если человеку внешне во мне что-то не понравилось, никогда он не заинтересуется тем, что у тебя внутри, какая бы ты ни была. Ни проработанная, ни непроработанная. Ему вообще всё равно. Вот если ты ему визуально не приглянулась, он не отреагировал на тебя лояльно. То есть лояльно – это такое допущение, что хорошо, я допускаю, что может быть. То есть ты достойна того, чтобы вступить со мной во взаимодействие, или я на тебя потрачу своё внимание, или время. Неважно, какого социального статуса человек, когда он тебя видит первый раз, он всегда очень жёстко и критично тебя оценивает. Если ты проходишь его фильтр, то ты попадаешь из критичной группы в лояльную, так называемая эмоциональная петля. И мой облик не случайен. Я всегда, мой первый аккорд – злодейка. Для того, чтобы люди к тебе не подходили. То есть если к тебе, скорее всего, приходят люди, которых ты обучаешь, они хотят наоборот привлечь к себе внимание, то ты же наоборот. Нет. Нет, а как? Так, ты сейчас делишь мир на плохих и хороших, а я делю мир на своих и не своих. Мой образ для моих, моя речь для моих и мои смыслы для моих. И вот я себя транслирую максимально честно, так, как я себя хочу увидеть, так, как я хочу проживать и так, как мне честно. То есть это мой честный образ, я это всё обожаю. Мне нравятся в кино всегда злодеи. Знаешь, мой сексуальный идол – это Энтони Хопкинс из «Молчание ягнят» или «Мариарти». Ну, то есть такие прям, знаешь, гении, злодеи, людоеды. И мне нравится этот лайфстайл. И поскольку мы живём в свободных каких-то временах, когда тебя там ножиком не тыкают за твоё мировоззрение, да, какое-то даже по стайлу уже плюс, то ты можешь поиграть в любую игру. То есть сейчас эпоха свободы визуального выражения. Почему бы ей не воспользоваться? Но, однако, всё равно люди следуют неким правилам игры. Вот сейчас модно это, сейчас тренд вот такой-то. И на самом деле мы сейчас с тобой находимся на Бали. И как много девчонок, которые ходят, ну, плюс-минус в одних и тех же сандалях, в одних и тех же шортах. Плюс-минус это бежевые цвета, знаешь, вот это вот такое мягонькое. Смотри, есть люди, которые управляют своей репутацией, ну, как автомобилем. А есть люди, которые не управляют своей репутацией. Вот ты управляешь своей репутацией? Слушай, я боюсь, что нет, потому что… Я управляю много лет. Я бы очень хотела этому научиться, как я могу управлять, манипулировать. Ну нет, манипулировать — это не то же самое, транслировать. То есть, понимаешь, вот когда человек не понимает, что происходит, да, мы можем сказать, что это манипуляция, но когда человек уже понимает, что происходит, это скорее маячок и опознавательный знак для своих. То есть от того, что, например, ты прикидываешься хорошей девочкой по незнанию, да, потому что у тебя нет глубокого опыта какого-то по сборке личного бренда, сложного какого-то, да, инициированного, там, экзальтированного и так далее. Мы не можем сказать, что ты манипулируешь в этот момент. Ты делаешь просто набор хаотичных каких-то поступков, которые приводят тебя непонятно куда. Ну, то есть полнейшая каша. Дальше. Ты, например, понимаешь, что происходит, и ты начинаешь прикидываться хорошей девочкой. Вот это манипуляция. Когда ты выдаешь себя за того, кем ты внутри не являешься. То есть эта упаковка не подходит для товара, и потребитель, он обманут. То есть он покупал вот эту бежевую безешечку, да, а после того, как колечки надели, там вот это вот вылазит, знаешь. Понимаешь, упаковка не соответствовала товару, и он ее тащит обратно в магазин. Да, заберите, пожалуйста, ее обратно. Можно возврат отбить. А вот когда ты себя нашла, и ты знаешь, как это выразить, чтобы твои же люди тебя опознали, это уже не манипуляция, это уже трансляция. Вот знаешь, есть два пути, допустим, в театральном мире говорят от внешнего к внутреннему, либо от внутреннего к внешнему. И получается, надев тот или иной образ, можно притянуть то, что ты хочешь, за счет внешнего. Так? Ну, давай это переведем на рыночный язык. Давай. Я люблю математику, деньги, да, ну, девочки тоже все любят, не знаю. Давай, спрос порождает предложение или предложение порождает спрос? И так, и так, мне кажется, может работать. А у тебя как сейчас? Я даже не знаю, как это, оно как будто бы в режиме восьмерки, знаешь, ходит. Острый вопрос. Давай. Класс. Я знаю, что ты раньше работала на «Тайной жизни», и ты сейчас с ними работаешь. «Школа тайны жизни», я, в принципе, никуда не уходила, но интервью я там больше не веду. Вот, теперь острый вопрос, почему? Потому что я теперь говорю, что за ту сумму, за которую я работала раньше, я уже не готова ввести, потому что у меня есть определенный бэкграунд, и им некомфортно со мной работать за эту сумму, им невыгодно получается, и, по сути, мы не работаем. Я их люблю, но... Ты можешь дальше не оправдываться. Смотри, что произошло. Бэкграунд, да, это что такое? Это предложение. То есть, когда у тебя не было личного, плотного предложения, ты была согласна на какие-то проходные условия, и ты делала то, что нужно. Когда у тебя появился бэкграунд, да, твой опыт, который ты можешь уже за него выставлять, собственный чек, то есть собственные смыслы, собственный опыт, да, вот эта вот внутрянка, ты уже его хочешь самостоятельно проявлять. Это называется уже трансляция. А когда ты выходишь на широкий рынок, упаковка – это самое важное. Если у тебя нет упаковки, никто до внутрянки не дойдет, потому что они тебя не могут найти, они тебя опознательно могут. Я думаю, мою репутацию управляют люди, которые ко мне приходят, потому что здесь идет сарафанное радио, и они говорят, о, там, типа, есть классный вот такой канал, классная Вика, вот к ней можно сходить. И я одеваюсь достаточно просто, то есть у меня нет какой-то кричащей одежды на моих интервью, оно такое все достаточно лаконичное. Ну, потому что ты еще не придумала. Не придумала, да, и гораздо проще упаковать себя. Вот, ну, как бы, черное платье, черные ботинки, в принципе, украшения красивые и нормально. Ну, такое-то, среднее ничего, чтобы прошло. Ну, это нормальный вариант, это первая фаза. Вторая фаза, да, ты можешь пойти в манипуляцию, это классно. То есть ты хочешь выйти на определенный уровень, ты начинаешь их атрибутику использовать, через то, что ты примеряешь на себя атрибутику другого уровня, ты его изучаешь по факту. Да, потому что если ты оденешься как оранжевая, ну, ты вкусишь какие-то свежие переживания, ощущения, на тебя будут по-другому взгляды реагируют, да, аудитория по-другому среагирует, и ты получишь какой-то фрагментарный опыт. Ну, еще не до конца настоящий. Но за счет того, что ты туда уже, в принципе, полезла, со временем ты дозреешь и станешь уже транслировать, да, то есть от манипуляции к трансляции. И я очень часто так поступаю с клиентами, мы начинаем их примерять, потому что очень много времени у тебя может уйти на то, чтобы реально себя сформировать, упаковать и найти. Это медленный процесс. Чтобы его ускорить, у женщины есть потрясающая вещь, как примерочная, и есть такое понятие, как эмоциональный гардероб. Это что такое? Эмоциональный гардероб – это про то, как меняется твое состояние, твой характер, твой лексикон, твоя жестикуляция от того, что на тебе надето, потому что касание с телом прямое, очень сильное влияние на твое психическое зерно. И я думаю, что мы сейчас с тобой пойдем в эксперимент, потому что иначе нет смысла разговаривать. Мне нужно, чтобы ты попробовала. Огонь, мне нравится. Друзья, мы идем в эксперимент, приглашаем вас вместе с нами. Мы пошли переодеваться. Класс. Слушай, а давай сначала вот, давай зачекаем. Вот на тебе платьишко, ботиночки. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую, знаешь, ну как бы, это меня не сковывает. Я себя чувствую достаточно, ну, расслабленно, но в то же время одновременно собрано так, чтобы я могла структурировать свою речь, задавать вопросы. Это не то, что меня тотально расслабляет, если я тут буду в каких-нибудь шортах, знаешь, там, в майке. И не сужает, если я в каком-то пиджаке, знаешь. То есть пиджак – это очень строго. Вот. Шорты – это слишком расхлябанно. А это дает мне, как бы, такой, вроде бы, я себя чувствую женственной в платье, чувствую себя собранной, так как это черный вариант такой. Вот. И за счет распущенных волос это тоже добавляет такой какой-то релаксовости. Вот так вот. Хорошо, мой образ. Так, давай. Почему я начала интервью с этого? Я выбрала образ Гарри Олдмана из «Дракулы Брэма Стокера» 1991 или 1993 год. Это один из моих любимых прототипов злодеев. Ты видел этот фильм? Слушай, нет, но я в картинках себе представляю, что это. Ну, там еще молодой Киану Ривз просто. И вот Гарри Олдман в этих маленьких синеньких очках. Такой игра в злодеи, знаешь, в цилиндре. Такой весь элегантный. У них вот этот начинается роман с миной. И ты сидишь, смакуешь, и ты, знаешь, на сотый раз пересматриваешь и думаешь, боже, как круто. И что дает, да, вот эта тема? Гарри Олдман играет там Дракулу. И понятно, что этот фильм смотрят только интеллектуальные аудитории. То есть понятно, что этот фильм не смотрели ни православные, знаешь, там, ни мамаши четырех сыночков-ангелочков, ни бабы, у которых куличик и пасхальные яйки в ленте. И, соответственно, когда я примеряю на себя вот этот образ, который я точно знаю, что всех, кого не нужно, мне распугает, это очень удобный фильтр. То есть мне нужно, чтобы через две минуты после начала интервью тебе поставили все на стоп, написали, боже, у нее соски, боже, она там босиком, что за кошмар, ища диада. Красные очки надела. Все перекрестились, да, и убежали. Потому что я очень жестко фильтрую своего клиента. Да, у меня нет 10 миллионов подписчиков, у меня даже миллиона нет. И их и не будет. Потому что моя стратегия продаж, я говорю, все идиоты отсюда пошли, сейчас святой водицы я вас окроплю, у меня есть перевернутый крестик, кыш-кыш-кыш, никогда у меня ничего не покупайте, вам не поможет. Понимаешь? И я вообще уже думаю записывать интервью, и там просто большими буквами писать, тупым не смотреть. Вот это супер, понимаешь? То есть это иронично, это цинично, это смешно. И на мой взгляд это очень мило. Я обожаю издеваться над чувствами верующих, например, и прочей пакости, потому что могу себе позволить, знаешь. И вот этот вот лайфстайл, он выбран и транслируется осознанно. Я не делаю необдуманных поступков много лет. То есть я понимаю, что люди про меня подумают, потому что я знаю, как устроена их ПОшка, и я могу тебе полностью описать их эмоциональный ряд при моем виде и сказать, кто перед нами, исходя из его эмоциональной вот этой составляющей реакции. И я согласна с тем, что у меня нет миллиона подписчиков, но зато до меня не доходят идиоты, с которыми мне придется возиться, им что-то объяснять. И я их всегда с порога сразу. Знаешь, это надо коврики придомовые выпускать, там с какими-нибудь заклинаниями дьявольскими и символами бафомета, чтобы вот в твой дом никто лишний не зашел, потому что люди этого боятся. И это очень удобно. Вот давай я сейчас тебе дам несколько крайних образов и сама тоже сейчас с них поиграю. И вы посмотрите, как поменяются ваши отношения ко мне и к Вике. Потому что мы будем сейчас разные образы примерять, и мне интересно, что зашевелится, потому что я знаю, что будет, но я вам объяснять до конца все не буду, потому что тогда не будет игры и интриги. Да, а потом вы, друзья, сможете сами попробовать в своей жизни, надеть что-то тоже такое же и посмотреть, как на вас будут реагировать, как вы будете меняться, и как люди вокруг вас будут так же меняться. Так, все, пошли. Пошли. Ну что, мы переоделись. Наши первые образы достаточно кардинальные. Ну, у тебя не сказать, что ты с первого взгляда кардинальные, но мы сейчас пойдем в глубь. А я решила, да, резко скинуть кожу. Вот давай, относительно того образа, который был на мне, что ты чувствуешь, что вот изменилось? Ну такая большая расслабленность, больше такая, знаешь, душевность, доброта и что-то такое. Вот эти вот очки бабочки, такие очень милые. Даже ты сейчас за кадром сказала, у нас птички тут поют, как это прекрасно. И знаешь, вот как будто бы даже твой образ внутренний, он тоже изменился. Для тебя. Для меня, да. Он такой очень, ну, как бы более нежный стал, да. Вот что-то такое я вижу. Вот смотри, ты правильно подметила, что я заметила птичек. У меня давно не манипулятивный уровень, а проживание, да, то есть трансляция. И вот я переодеваюсь, и я меняю свой эмоциональный гардероб. То есть я не меняю внешний гардероб. Я переодеваюсь, чтобы поменять внутренний гардероб. Я хочу поменять эмоцию. Я просто иду, переодеваюсь. Ты видела мою гардеробку. Все эти 100 чемоданов со мной везде путешествуют. У меня сейчас 8 домов, и там везде, знаешь, эти гардеробка. То есть самое важное в моей жизни – это гардеробка. Сейчас у меня лофт на 200 метров, и там двухэтажная гардеробка. Вау! И у меня есть спальня 65 метров, с потолком 5 метров, с окнами 4 метра. Там стоит старинный шкаф Шину Азри. И первое, что я вижу, когда я просыпаюсь, это потолок, и после этого я вижу этот шкаф. Он стоит ровно напротив моей кровати. И вот этот антикварный шкаф куплен для того, чтобы там стояли самые красивые пары туфель. Туфель. Девочки, у кого слюни потекли вообще? Я получаю от этого удовольствие. То есть, понимаешь, я вот такая проснулась и такая, а что я сегодня хочу испытать? И что я, исходя из этого решения, потом надену? Каждое утро ко мне приходит ассистентка с четырьмя кофе. И пока мы пьем по два кофе с утра, мы выбираем, в чем я пойду, потому что это самая важная часть моего дня. Получается, ты закладываешь, что я хочу проживать сегодня в этом дне, в зависимости от того, что я надену, черное или вот такое оранжево-розовенькое. Я могу, согласно обстоятельствам, быть уместной. Например, у меня какая-нибудь встреча, и я могу просчитать ее в том числе, что у меня сегодня встреча с тем-то, тем-то. Возможно, там есть какие-то рамки, и чтобы человека не задеть и не ранить, я уберу какие-то элементы из своего безумия сегодняшнего и могу его чуть потише сделать. А иногда нет никаких внешних обстоятельств, и этот день моей полностью свободы. То есть обычно это все заканчивается какими-нибудь подиумными туфлями коллекционными от Шанель, какой-нибудь безумной сумкой, потому что, знаешь, мне нравится наряжаться. Я фэшн-дизайнер по образованию. И, конечно, в повседневной жизни ты никогда не найдешь повод это все надеть. И поэтому выход один — делать это каждый день. И вот я переоделась, и у меня реально изменилось настроение, изменилось состояние. Я вижу уже все не через красные очки, а через нежно-розовые. И я реально начала слышать, что у нас соловей за окном поет. И это работает изнутри очень сильно, потому что я в этом давно. И это, знаешь, мгновенно. Я сейчас переоденусь, я опять переключусь. То есть у меня это, знаешь, уже как, ну, вторая кожа. А вот с тобой интересно сейчас будет. Я думаю, что ты все правильно считала. На мне теплые оттенки, они располагающие. Крупный орнамент говорит о том, что я игрок. У меня нет никаких внутренних стереотипов, заморочек. Я экстраверт. Да, то есть это костюм экстраверта. Розовый дает нежность. Прозрачный розовый дает супернежность. То есть это такая ранимость, это искренность, это открытость. Прозрачные очки всегда делают тебя очень открытым, искренним человеком. Если я сейчас один на черные очки, это будет другой человек. Если я сейчас красные верну, это тоже будет другой человек. И вот эта каждая деталь, она создает образ. Вот уже несколько ключей ты сейчас нам подарила про крупный орнамент, про очки и про цвета. Ну, давай еще две загадки, и я тебя по косточкам разберу, ладно? Так, хорошо. Вот смотри. У меня есть сумочка к этому комплекту. Вот когда я взяла эту сумочку, что изменилось в твоем восприятии меня? Ну, такой более деловой какой-то налет пришел. Потому что у нее такая правильная форма, но цвет, да, игривый. Я стала более бизнесовая, да? Да, более бизнесовая. Я это услышала очень. Да. То есть если я вот такая вот прихожу к тебе навстречу обсуждать там какое-нибудь интервью или интеграцию, ты сразу понимаешь, что перед тобой... Деловая женщина. Деловая, богатая, раскрепощенная особа. Окей, сейчас поменяем. Так, иди ко мне. А если так? Ну, это такая-то финтифлюшка пришла. Такая ля-ля-та-па-ля. На свидание, может быть, с каким-то там классным мужчинкой, знаешь, вот это вот что-то такое. То есть уже не деловая колбаса? Уже не колбаса. Ну вот смотри, сумка. Это же просто сумка? Просто сумка. Вот. Видишь? Есть такой классный ключ. Воздух. Казалось бы, странно применять его к одежде, потому что это что-то нематериальное. Почти в каждом нашем выпуске я в украшениях от бренда Island Soul. Бренд Island Soul – это те самые украшения с Бали, которые известны уже по всему миру. Магазины этого бренда есть практически в каждом городе России и странах СНГ. Тут вы можете найти лаконичные украшения на каждый день, а также украшения с символикой и сакральными смыслами для воплощения намерения. Island Soul – это переплетение стиля и смыслов в ярких и смелых украшениях, в которых вы точно не останетесь незамеченными. Что уж тут говорить, просто посмотрите на меня и на мой образ. Вот когда в твоем образе появляется воздух, то есть что-то колыхается, что-то ходит. Вот этот ключ, если мы их рассматриваем, вот это воздушный ключ, а это не воздушный. То есть здесь ничего не колыхается. Жесткая форма ты отметила сразу, да? В жесткой форме ты чувствуешь что? Подсознательность, стабильность. Да. Потому что все эти оценки происходят на бессознательном. То есть ты это не в операционке делаешь, а гораздо глубже, а решение приходит, и ты просто говоришь так или так. Но ты не сможешь мне объяснить, почему до конца. Ты как бы это всем телом считываешь. Это стабильность. И сразу ты чувствуешь бизнес. Как только я подключаю ключ воздуха, все, что трепыхается, волнуется на ветерке, создает тебе ощущение фривольности, флирта, и это сексуальный ключ. Чем больше воздуха в твоем образе, тем более сексуально тебя считают. Соответственно, когда ты приходишь на встречу к женщине, лучше вот так вот, наверное. Вот это самое идиотское решение, которое может прийти тебе в голову. Но если ты это сделаешь случайно, то это не отменяет последствий. То есть если я такая дуреха, пришла к тебе на бизнес-встречу с этой херней, и ты меня оценила, то в этой ситуации права ты. Потому что ты зритель, да, и зритель всегда прав, потому что я просто... У меня нет возможности тебя разубедить. И вот здесь уже нужно просто знать, как себя уместно вести, например, если есть обстоятельства. Я могу вести себя как угодно, если нет никаких обстоятельств. Мне как взбрендило, знаешь, я там кимоно на голое тело напялила, ботфорты, и пошла пить кофе. И мне нормально, понимаешь? Нет обстоятельств. А вот если есть обстоятельства, то здесь уже лучше быть аккуратнее. Конечно же, к тебе бы я пришла... Ну, то есть у меня, знаешь, там маникюр. По деловому. Да, я такая вот себе деловая. Так, ну давай к тебе. Давай ко мне. Что я хотела изменить? Вот ты когда пришла, я заметила, что у тебя очень элегантные и лаконичные украшения. Они в гамме. У них есть форма. У них есть определенный цвет. Они лаконичные. Я вижу черный, я вижу белый, я вижу минимализм, и я вижу много округлых линий. И вот по этим украшениям я бы сказала, что ты очень лаконичная, что ты очень спокойная, что ты не создаешь конфликты никогда, потому что все вот эти покатые линии, это говорит о неконфликтном характере. Это человек, который всегда будет заглаживать любые углы в разговоре. И, например, твои украшения тебя выдавали сильнее, учитывая, что я с тобой уже общалась, я понимаю, какая-то твои украшения подходят тебе больше, чем тот комплект, который был на тебе. Потому что твое платьишко выше коленки, что, между прочим, означает, что ты слишком юная, слишком фривольная и флиртовая особа в сочетании с берцами, которые говорят о том, что ты панкушница, что ты против системы, что ты что-то доказываешь, что ты не согласна, что ты пытаешься, знаешь, это самоутвердиться. И вот этот вот сложный комплект, когда у нас вот это вот... То есть все, что выше коленки, это зона флирта. Инфантильность. Это интимная зона. Да, то есть это неуместно, например, на... Ну, для тебя неуместно, потому что ты себя позиционируешь как такой достаточно нескандальный интервьюер. Это я могу вот досюда, знаешь, прийти с разрезом, потому что я всю жизнь себя позиционирую как скандальная. То есть мне можно, но ты себя не позиционируешь как скандальная. И ты приходишь на интервью в коротком платье и в берцах. То есть что ты хотела этим сказать? Проблема в том, что ты ничего не хотела сказать. Ничего не хотела. Потому что ты не подумала, да. Да, мне просто нравится это сочетание. Мне, в принципе, мне показалось, что я вполне адекватно в этом выгляжу. Собственно, поэтому я и надела. Сказать что-то через одежду, да, у меня не было такого посыла. Вот смотри, когда у тебя нет обстоятельств, без проблем. Твори что хочешь вообще. Твоя зона самовыражения, как женщине, ходи без трусов, я не знаю, там в берцах, знаешь, там в насосочниках. Все, что хочешь. То есть зона, где нет касания, да, зона, где есть касание с кем-то. Там уже нужно быть внимательней, нужно управлять этим процессом. Ты не можешь сесть в автомобиль, знаешь, и им не управлять. То есть, когда ты не управляешь, чем-то это приводит к неуправляемым последствиям. А потом это долго разгребать. И вот, когда у тебя есть с кем-то касание, выгоднее его обдумать. И да, ты можешь принять решение, что я хочу быть в коротком платье и в берцах, потому что я иду к ради. Потому что она сейчас опять, блин, начнет там что-нибудь рассказывать какую-нибудь херню. А мне нужно посещаться. А я тут хотя бы, да, в берцах, как бы, уже как-то поспокойнее. Вот. Или я тоже хочу, там она вечно чем-то светит, у нее то сиська вывалится, то соски просвечивает. Я тоже хочу. Можно мне тоже. Но, если бы ты приняла это решение, это окей. Но вот, когда ты не принимаешь никаких решений, и это хаотично происходит, да, непонятно, то есть, получается ничто. И вот, сейчас я немножечко тебя переодела. Вот, я поставила зеркало здесь стоит. Как ты чувствуешь, что в тебе изменилось внутренне, внешне? Ну, я чувствую себя более элегантно. Мне достаточно комфортно. В этом во всем удивительно, хотя достаточно такое, как-то строго можно показаться, да, с первого взгляда. Я себя чувствую так же расслабленно, так же уверенно, но более, как будто бы я выросла. Знаешь, тот образ, он был такой... Молодежно. Молодежно-подростковый. Да. Здесь я женщина, здесь у меня туфли с каблуком чудесные, вообще, посмотрите, да. Строгие брюки. Такая вот эта вот штучка, асимметричная тоже, добавляет какой-то флирт, наверное, за счет того, что оно немного полуголое, но в то же время не сильно расхлябанно. Ну, какой-то такой образ, не знаю. Мне комфортно в этом? Ну, ты до него не доросла. Не доросла? Да, потому что его пока что полностью даже не можешь распаковать. Это образ опытного, острого, интеллектуального интервьюера. это то, что тебе еще предстоит, когда ты вот такая, знаешь, станешь... Собчак такая. Нет, это не про Собчак. Это про то, что ты, знаешь, так лезешь под кожу не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы достать. это достаточно нюансный образ, и его простой зритель не может понять. Простой зритель не понимает асимметрию, простой зритель не понимает разницу фактур, простой зритель не понимает детали, он их даже не замечает. То есть, знаешь, так силуэт нарисует. Ну, вот мой образ сейчас простому зрителю понятен. Цветное пятно. вот с таким орнаментом все в лоб, красный ценник, желтый ценник, баба из пятерочки. Класс. Ну, то есть, вот, понимаешь, образ шута. Заметно, понятно, ярко, нарядно. У тебя очень сложный образ, простой зритель его не в состоянии понять, потому что асимметрия это ключ высокоинтеллектуального существа. Простое существо не может выдержать на себе асимметричную вещь. То есть, им кажется, что это как-то слишком, у них начинает, знаешь, перехватываться. Это тоже своего рода фильтр получается. Конечно, это все фильтр, все, что ты делаешь, это фильтр. Просто управляешь ты им или нет. Мы сейчас пытаемся научиться управлять. Я его собрала под твои украшения, потому что, вот, учитывая, что я тебя уже знаю, ты более тонко настроенный человек, более лаконичный, более элегантный, чем та девочка в берцах в коротком платье с коленкой, которая пришла. Я бы сказала, что сейчас все случилось, потому что, конечно, твоя прическа, собранные волосы, у тебя очень красивая линия подбородка и собранные волосы это ключ скромности и ты убираешь флирт. Распущенные волосы это всегда флирт. А ты носишь пучки или собранные волосы? Наверное, у меня нет таких ситуаций в жизни, когда мне это нужно. Я могу себе позволить быть ебанутой круглосуточно. Понимаешь? Но вот твой образ, ты же себе выстраиваешь сейчас карьеру, тебе гораздо выгоднее быть всегда с пучком, потому что ты выглядишь более строго, более сдержанно, более элегантно. Пучок говорит о человеке, который никогда не будет перетягивать на себя одеяло. Для интервьюера это очень элегантный ход в плане простроения имиджа. Потому что когда у тебя вот эти волосы вечно в движении, они создают вот это внимание, они создают флирт, и они тебя не вырисовывают вот этой, знаешь, змеюкой, которая должна вытащить. То есть ты на себя тоже забираешь много внимания. Асимметрия очень хороший ключ, если ты хочешь наработать умную аудиторию, сложную. Если ты хочешь наработать попсового клиента, вот так, шопи-то-шоу. Конечно, да, чтобы было ярко, нарядно, понятно, красиво, то есть они любят цветные. То, что ты в черно-белом, это не очень выгодно для простой аудитории. Они хотят разника, им нужна картинка, понимаешь, цветная, сочная. Они в магазине только красные ценники замечают, или желтые. Они черно-белые, не замечают ценники, заметят. То есть по спиральной динамике сейчас я на каком уровне сижу? Ты для уже... Синие, оранжевые? Ты, понятно, для синих. Да, ты, понятно, для синих. То есть ты сейчас чуть сложнее, чем синие. Тебя поймут оранжевые, зеленые таким не интересуются, это для них слишком. Но, по крайней мере, у них и претензий не будет. Желтые тебя прекрасно поймут. А бежевые, фиолетовые и красные вряд ли они задержатся на моем образе. Ты слишком умная сейчас, слишком сложная для них. Я им буду в этом образе понятней. Да. Мы одели очень большие брюки. Я вообще люблю вот этот, знаешь, перепад оверсайза. Для того, чтобы подчеркнуть, насколько у тебя тонкая ножка. Потому что вот это место, оно всегда очень сексуальное. Я стараюсь его всегда открывать. А ты его закрыла. Берцы закрыли твое самое красивое место. Потому что, знаешь, вот прям хочется вот так вот взять и вот такусенько. Это очень элегантно. Это очень красиво. И, конечно же, когда ты делаешь взъем, оно дает вот эту струнку. И ты такая балерина. То есть мы у тебя собрали. Сейчас такой образ элегантной, интеллектуальной балерины. То есть у тебя появилась осанка, потому что у тебя прическа вычертила все твои вот эти красивые костелышки. По сути, я думаю, что ты видишь меня просто как интервьюера вот именно в таком образе. Нет, мы сейчас просто играем. То есть у нас сейчас что происходит? Ты не можешь за другого человека решить, что он хочет. Но я могу тебе помочь примерить какой-то образ. И, возможно, со временем ты их там будешь какое-то время гонять в голове. И потом у тебя появятся какие-то ответы. То есть, скорее всего, они не сегодня будут. Хорошо. А если не касаемо меня, вот зрители, которые нас смотрят, такой образ, он куда? Для кого он еще подойдет? Ну, открытое плечо это неформальный образ. Очевидно, что это интимная беседа. Да? вот смотри, интервью это интимная вещь. То есть, есть три зоны общения. Формальная, неформальная, интимная. Формальная, там, где очень большая дистанция, там нельзя лезть под кожу. Там правила, все общаются на вы, все стараются максимально дистанцироваться, чтобы ни в коем случае никого не задеть. То есть, там такая дистанция, что приходится иногда, знаешь, даже кричать. неформальная, это когда люди поближе, там уже можно где-то прикоснуться, там уже что-то, знаешь, можно себе позволить. А в принципе, ты сейчас неформалом была бы понятна для формалинщиков смерть, потому что открытое плечо, да как же так, асимметрия, что такое, там, знаешь, каблуки слишком высокие. то есть, открытая подмышка, это по всем канонам, по всем этикетам, это недопустимо в формальной зоне. то есть, на формальное интервью или на формальную встречу так лучше не стоит рисковать, приходить, да. Тебя поймут правильно, понимаешь, в этом проблема. То есть, нам все время кажется, что нас неправильно поняли. Наоборот, нас правильно поняли. Тебя правильно поймут, что ты против их устоев, и ты им вот такой жирный факт показываешь, что я же в черно-белом. Примерно так. Своим голым плечом. Да, это такой очень тонкий плевок, к тому же, твоя деталь в виде каблука, она, это зона флирта, и это уже сексуальное домогательство, и в формальной сфере это совершенно недопустимо. В формальной сфере люди работают, они стараются максимально соблюдать субординацию, чтобы все прошло гладко. В формальной зоне нет задачи что-то разрушить, накалить обстановку или еще что-то. В неформальной зоне мы уже можем какие-то такие флиртовые вещи, потому что неформальная зона, она переходна между формальной и интимной. И именно в неформальной зоне ты начинаешь аккуратно прощупывать, ну, скажем так, грубо собеседников или собеседника на то, какое бы он с тобой выбрал общение. И вот у тебя сейчас как раз такой допустимый для неформальной среды образ. И вот если ты не понимаешь, насколько, то есть ты первый раз например берешь интервью у человека, это подходящий образ. То есть не сказать, что он нарочито сексуальный или нарочито интимный, потому что твоя собранная прическа все в принципе нивелирует, твои деловые брюки, длина брюк все неплохо нивелирует. Ну и плюс и ты в принципе очень элегантно себя ведешь, то есть ты не склонна к вызовам каким-то. И третья зона это зона флирта, интимная зона. Это там, где можно разговоры по душам. То есть в неформальной там такое, знаешь, шуточки хихоньки-хахоньки, можно чуть подколоть. Поверхностное такое. Очень поверхностное общение, да, то есть прощупывание, прощупывание. Если человек тебе, ты понимаешь, хорошо, формально, да. А если он такой, а давай, и ты такая хоп, и можешь даже выйти в интимную зону. Вот интервью, те, которые ты берешь, они скорее про интимную зону, потому что ты про глубокие вещи, тебе нужно, чтобы человек тебе все выдал, и тебе лучше сразу уходить с ним в интимную зону. Да, это сразу на ты. Но в тебе должны быть какие-то все равно остаточные, знаешь, чтобы тебя зритель опознал еще как интервьюера, в тебе что-то остаточное должно быть. Для неформального интервью и для интимного интервью это подходящий образ. Для формального все-таки пиджачок. Да, нужно будет плечики, ручки закрыть чуть-чуть. Окей, так, а что касается зрителей, да, вот они могут сами определить, наверное, где у них формальное, где неформальное, где интимное в их сфере жизни. Знаешь, есть такая проблема, что нужно все время думать. Вот если кто-то готов это делать, это классно, потому что нужно, прежде чем куда-то пойти, подумать, куда я иду, кому я иду и зачем я иду, то есть что я хочу получить в конце. Да, я хочу этого человека перевести в интимную зону общения, да, чтобы мы очень глубоко могли общаться, на какие-то там тайные, запретные темы, чувства открывать друг к другу, или я хочу его держать там на расстоянии, исходя из этого, ты можешь подбирать разные ключи, да, то есть тебе нужно сначала принять решение, какое я хочу произвести впечатление. Что мы сейчас с тобой делаем? Я на тебя примеряю разные образы, чтобы и тебе, и зрителю было наглядно, что сначала лучше примерить и порассуждать, да, примерить образ. Мне вообще как и как это отразится? И вот когда ты уже найдешь ответы на все эти вопросы, примерка оконченная, ты переходишь к реальному проживанию, то есть к честной трансляции. От того, что девочка переоделась, не значит, что она кем-то манипулирует. Она просто... Просто переоделась? Да, она просто... У нее живое внутреннее состояние, и ей нужно переодеться там три раза в день, и ничего в этом такого нет. Но есть первая фаза, когда она абсолютно этим не управляет, да, и это не самое выгодное. Есть вторая, когда она пробует, мы это называем манипуляцией, потому что она, ну как бы, это делает не совсем там органично. И вот когда она уже все поняла про себя, про других, и всегда думает, как все максимально уместно и приятно прожить, мы уже уходим в настоящее проживание. Мы с тобой сейчас на второй фазе. Знаешь, мне кажется, важно сейчас донести до зрителей, что не нужно сейчас после нашего эфира идти и искупать там какие-то вещи, да, вот посмотреть на нас. А вот именно с осознанностью подходить к тому, для чего вам эта вещь, какую роль она будет играть в вашей жизни, и как вы сможете поиграть с другими людьми, которые вас окружают. Давай, знаешь, я подытожу эту мысль. Моя жизнь стала гораздо более счастливой, когда я поняла, что мне не нужна одежда, мне нужны костюмы. Все, что есть в моем гардеробе, это костюмы, это не одежда. А что значит костюмы? Костюм, чтобы сыграть какую-то роль. Сыграть роль. Конечно, я знаю мой эмоциональный спектр, и мне под весь этот эмоциональный спектр нужны костюмы. Я не могу назвать это одеждой. Одежда, это когда ты прикрыла свою ноготу, одела короткое платьишко, берца, ты вроде в одежде, но она ни о чем не говорит. Она не является твоим эмоциональным честным гардеробом или выбором, который ты осознанно совершила. И этот образ не является осознанным потреблением. Понимаешь? Осознанное потребление, это когда ты сначала обнаружила свой эмоциональный спектр. То есть я знаю, что я люблю образы злодей, как у меня их несколько есть. Да, у меня есть две эти высокие шляпы, потому что я их точно буду носить. Я не куплю себе какую-то балду, а потом она будет лежать вечно в гардеробе. У меня нет таких вещей. То есть каждая вещь, которую я купила, я ей точно пользуюсь многократно, потому что она максимально повторяет мой эмоциональный образ, значит, я ей буду пользоваться. И вот как только ты переходишь к фазе, что мне не нужна одежда, я женщина, мне нужны костюмы, потому что я хочу проживать первое, я хочу транслировать, и третье, я хочу из этого всего получать выгоды и хорошее настроение к вечеру. Ну и вообще целый день. И это уже не про потребляться, это уже про проживание. Мы просто стараемся всех постепенно вывести из вот этих непонятных, необдуманных, спонтанных покупок, которые потом у тебя висят. Вот это неинтересно. Вот ты сейчас зайдешь в мою гардеробку, все эти вещи многократно используются по кругу, и там нет ни одной вещи, которая лежит и не пригодилась. И вот здесь мы скорее учим себя опознавать, и вот когда они себя опознают, уже можно тянуться. А почему тебе понравилось желтенькое? Ну-ка, объясни-ка мне. Сейчас мы на тебя желтенькое наденем и посмотрим. Сейчас пойдем переодеваться. А для тех, кто хочет уже распознать какие-то ключи, внизу под этим видео мы оставим ссылочку на курс, который стартует летом. Он будет в режиме онлайн, где будет участвовать Рада и Оля Чебикина. Поэтому внизу под видео оставляем ссылку для вас.